В России начинается сдача единого государственного экзамена. 3 июля старшеклассники снова сядут за парты, чтобы проверить свои знания. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией подготовка к ЕГЭ потребовала дополнительных временных затрат. Необходимо было соблюсти все санитарные нормы, чтобы сделать процесс сдачи экзаменов безопасным для здоровья школьников. Как к ЕГЭ подготовились в Ленинском городском округе, проверил глава муниципалитета Алексей Спасский. Мы посмотрели несколько таких мест, где будет проведен единый государственный экзамен. У нас их 5 всего по городскому округу. До нас это просмотрело уже министерство образования Московской области. Есть замечания, но они незначительные, которые в текущем моменте устраняются. От руководства управления образования поступило несколько просит, в том числе, повзаимодействовать с застройщиком по недопущению шумового воздействия на ребят, на детей, которые будут сдавать экзамены. Мы, конечно, поможем, но в целом всем нашим выпускникам удачи на экзаменах. В Ленинском городском округе выделено 5 площадок, где дети смогут сдать единый государственный экзамен. Все пункты заранее продезинфицировали. На входе будут дежурить медики, чтобы проверять температуру школьников и организаторов. В классах участников будут рассаживать с учетом социальной дистанции в полтора метра. Напомним, что в этом году ЕГЭ не является обязательным. Его сдадут только те ученики, которые хотят поступать в высшие учебные заведения. Продолжение следует...